ну а теперь вы спрашивали про аргинин все что знаю все что помню рассказываю аргинин это частично незаменимая аминокислота которая участвует практически во всех синтезах белка организма его используют и это доказано научными способами опять-таки можете покопаться в литературе в интернете не просто созданная добавка для зарабатывания денег его широко применяют в медицине постоперационный период после инсультов после инфарктов очень активно насколько я помню когда я болел у меня было проблемы с психосоматикой значит при употреблении аргинина я моментально чувствовал как у меня раздувались вены да то есть эффект был насыщение кислородом даже самых крайних капилляров организма то есть я так бы это назвал соответственно когда мы знаем процесс старения организма или торможения омолаживания происходит из-за чего когда кислород перестает поставляться в самые дальние окраинности самой дании капилляры нашего организма соответственно идет медленное отмирание мышечной ткани мышечного волокна и всех тканей как таковых если посмотреть на старых и пожилых людей которые не занимаются физическими упражнениями соответственно ведут обычный образ жизни то мы заметим что цвет лица меняется и соответственно кожа сохнет стареет так вот процесс старения как раз идет от торможения поставки кислорода простым языком кислорода в кровяные капилляры так вот аргинин способствует того чтобы эта доставка происходила более активно то есть его применяют как процесс торможения старения соответственно есть научные заключения я как-то выкладывал лекцию маленькую лекцию там профессора дам одной не помню фамилия не буду врать армянская такая фамилия у нее но я послушав эту лекцию после этого начал принимать аргинин довольно таки активно снова вот уже в течение месяца я принимаю каждый день по одному грамму аргинина почему потому что что сказал этот ученый она сказала что аргинин недооцененная аминокислота которая участвует практически во всех синтезах всех аминокислот а это значит что процесс синтеза белков в нашем организме не может происходить так активно без той самой добавочки л-аргинин соответственно принимать ее нужно а по активнее особенно если вы занимаетесь физическими упражнениями также аргинин очень сильно используется клетками мозга и его постоянно не хватает в организме и болезнь альцгеймера кстати развивается от как раз недостатки организма в клетках мозга поэтому аргинин рекомендуют принимать в молодом возрасте при формировании организма и как раз пожилом возрасте таком как у меня ну и соответственно при активных физических упражнениях поэтому аль-аргинин это одна из самых популярных добавок в мире бодибилдинга все это знают соответственно как ее нужно принимать ну я вот при весе 80 килограмм принимаю 1 грамм каждый день вот более подробную информацию черпаните в интернете полистайте поищите мои рекомендации опять-таки сугубо индивидуальные вот я принимаю его сейчас пропью курс который у меня продлится наверное месяца 3 потом сделаю паузу ну и практически всегда рекомендую для всех добавок делать паузу чтобы рецепторы вашего организма очищались и чтобы организм имел свойство синтезировать ту или иную добавку организме самостоятельно